Итак, всем здравствуйте! Меня зовут Анастасия Лебенитовская. Мы находимся в онлайн-пространстве студии Трайбл Белли-данса, фитнеса и йоги Пандук, город Москва. И сегодня у нас событие в нашей онлайн-школе, а именно выпускной курса по групповому импровизационному белли-дансу ATS, либо FCBD Style, Левел 1 и Поток 2. Скоро к нам присоединятся девушки. У кого как получится, я не знаю, но я очень жду, что участницы Потока присоединятся к нам и расскажут свои ощущения, поделятся своими впечатлениями от этого курса. Сейчас расскажу немного о том, что было. Ну, во-первых, этот Поток, он не был вторым. Начинала я во время карантина, и всё началось с марафона в Инстаграме. Тогда я провела попытку сделать только какой-то обучающий курс. Для меня важно, чтобы это было понятно. Для меня важно, чтобы это было логично. Для меня важно, чтобы уроки наслаивались как снежный ком. И чтобы я могла донести своё ощущение группового импровизационного белли-данса. Чтобы я могла научить. И для меня лично формат в Инстаграме не сработал. Почему? Потому что у меня постоянно что-то вылетало. Прямые эфиры заканчивались не там, где мне было нужно. Что-то совершенно не сохранялось. И работая над этим марафоном, я испытала очень большой стресс. Я поняла, что нужно переходить в какой-то иной формат, где я смогу делать запись и записывать себя в том числе, чтобы изучать, что я говорю, как я говорю, можно ли это как-то изменить, можно ли это как-то модифицировать. Так, произошёл после этого второй поток. Это уже был курс, но он позиционировался как тоже такой марафон, тоже на 10 недель, но уже в Телеграм. Видео предзаписаны. Не предзаписаны, а они были в том числе и в записи, но сами уроки я проводила в Zoom, либо вот сейчас уже я контр-дог. По сути, это та же самая программа, просто сделана, создана русскими. И мы занимались вместе, то есть, по сути, это стационарное занятие, просто онлайн, каждую неделю на протяжении 10 недель мы занимаемся дважды, по сути. Первый раз я рассказываю технику, вторую отвечаю на вопросы. Если нет вопросов, то мы проводим это занятие как обычное занятие, на котором я дорабатываю технику, чтобы девочки на выходе уже имели ответы на насущные вопросы, чтобы они понимали, как нужно было поработать с домашним заданием, что нужно было сделать, и как довести их работу до ума. В Телеграме мне тоже было сложно. Выкладывание на YouTube, ну, откровенно говоря, не всегда что-то, и не всегда самое главное, мне нравится качество этих видео, потому что какая-то крошка, какое-то зерно, здесь идет постоянный поток, взаимодействует очень-очень много людей, и я поняла, что я хочу еще дальше развиваться. И вот этот третий поток, вообще можно говорить, что как курс он оформлен, как второй, поэтому для меня это курс поток номер два, но на самом деле уже третий. Так вот, и уже сейчас для следующего потока, который будет официально потоком три, я знаю, что я изменю, что я внедрю в это обучение, как я уже сейчас хочу его модифицировать, что добавить, и чего мне хватило, а чего категорически нет. Во-первых, я для себя поняла, что хочу как-то разграничить эти идеи. Для меня важно сделать обучение, но люди устроены таким образом, что не для всех танец является важным обучением. Например, для меня йога, обучение телесности, обучение танцам, это точно такие же обучения, как географии, математики, не знаю, истории, но наш менталитет, наша осознанность, она как-то включает танцы в такие дополнительные развлечения, которые могут быть, и которых может не быть. Поэтому вообще все, ну, по большей части, люди относятся к этому как к дополнительному развлечению. Так вот, сейчас я понимаю, что хочу разделить этот курс на несколько ярусов. Для тех, кто приходит просто посмотреть, послушать, для тех, кому не важно туда, в глубину погружаться, и это будет один пласт. Второй пласт, этот кусок, плюс еще что-то, и третий, для уже таких осмысленных людей, которые пришли именно работать в этом, именно получать образование в этом направлении, и им нужны детали, нюансы и много-много всяких бонусных еще мелочей. То есть они пришли за тем, чтобы рыть вглубь. Ну, соответственно, будет различаться подача информации, будет различаться дополнительный материал, количество этого материала. Потому что, если вы только-только в первый раз приходите, очень сложно работать. Опять же, работа с агатами. Самое сложное на этом курсе. Несмотря на то, что урок по сагатам такой большой, такой развернутый, у девушек все равно получается достаточно проблематично. Через пять недель, пройдя вот эти вот первые пять недель без сагат, потом наложив на пятой неделе сагаты, дальше работать с агатами, и дальше делать контрольную, вот эту вот разработку своего танца на контрольном мероприятии вместе с агатами. Я встречаю снова и снова сложность в этом. Но ничего, я думаю, я доведу и эту идею, и эту часть тоже до логического своего какого-то разрешения. И я думаю, что в итоге курс превратится в такой бестселлер, который должны, по сути, будут пройти все, кто хочет получить хорошее качественное образование в этом направлении. Сейчас, пока еще никто не присоединился, я вам прочитаю отзыв одной из участниц. Ее зовут Виктория. Она, к сожалению, не смогла дойти до конца. Она здесь объясняет, почему сейчас вы услышите. Всем привет! Я из тех, кто не дошел до финала. Во-первых, хочу поблагодарить за качественные уроки, за объем информации и подробное донесение до нас. Очень крутой уровень, и это цель. Спасибо, Виктория. Я правда стремилась сделать материал, чтобы уроки были короткие, чтобы они были понятны, и чтобы всегда можно было дополнительно рассматривать еще их со всех сторон. Просматривая несколько раз и куда-то углубляясь. Но чтобы дойти до конца, нужна четкая цель и, конечно, много времени на отработку движений. Вначале оно у меня было, но затем мой фокус внимания ушел в работу и новые возможности с ней связаны. Поэтому силы времени на курс уже не оставалось. Но я пробовала совмещать некоторое время. В итоге к моим еще сырым движениям добавились сагаты. И если больше практиковать, думаю, у меня бы все получилось. Но основная работа и новые проекты были в приоритете. Для себя я многое взяла с курса относительно работы тела и донесения нюансов. Буду использовать на тренировках по Tribal Fusion. И уверена, что на ближайшем Сип-Трайбл мой сольный танец будет интереснее. Очень важно, что человек сразу внедряет что-то в свою жизнь. О, отлично! К нам присоединилась Елена. Елена, здравствуйте! Я сейчас буквально дочитываю отзыв, который написала Вика. Вы пока скажите, как видно, как слышно. Вы меня видите? У вас выключен микрофон, я вижу. Субтитры создавал DimaTorzok было, по ощущениям, это техника бедрами, бампы, пивот-бампы, сингл и дабл-бампы, то есть все, что связано с бампами. Простым для меня было это флорео, в принципе, работа с флорео, с руками. как оказалось сложным для меня оказался таксим, армамбулейшен и все. Вот. Ну, то есть восточная техника, там, где в Трайбре используется восточная техника, в принципе, это было для меня немножко понятно, потому что я занималась раньше болидансом. У меня была большая уверенность в том, что я очень легко освою левел-1. Но, в общем, мои иллюзии очень быстро развеялись, было над чем поработать, несмотря на то, что была большая восточная бака, несмотря на то, что я два года занимаюсь, начала заниматься Трайбл-хьюженом, огромное море информации и, в общем, я очень рада, рада, что это все хоть как-то, но прошло. Ну, интересный вопрос, немножко про свои ощущения и сравнение двух техник. Вот мне кажется, что болиданс, он больше про такую слабую женщину, слабую девушку, которая обязана понравиться, соблазнить, и, в общем, вся манера, вся техника, она об этом. То есть, ты вот как-то нарочисто все, нарочито, и ты вот такая вся. И, видимо, я от этого подустала, может быть, я из этого выросла, вот, вышла замуж, родила двух детей и поняла, что я хочу каких-то других ощущений. В Трайбле мне зацепило вот это чувство, что ты, и вроде бы техника даже, та же, да, то есть, похожая во многом, мне это нравится, но вот то, что есть другая манера, то, что ты здесь не пытаешься там кому-то понравиться, кому-то угодить, кого-то соблазнить, что ты, ну, как бы вот во своем внутреннем мире, то есть, вот это вот немножко другой верх меня зацепил, что не восточный верх, а более статичен, вот эти все испанские темы, конечно, шикарные, вот, поэтому манера здесь совершенно другая, да, нужно перестраивать себя в первую очередь в плане манеры. Да, было ощущение после Востока, что Трайбл проще в плане техники, вот, в чем-то он проще, потому что, учитывая, что сейчас Восток это 50% балета, 50% Востока, вот, у нас преподавала Восток непосредственно преподаватель классического танца изначально, то есть, у нас вот эти все подобуре, шине, арабески, стопы, вот, то есть, там нагрузка сильная, сложная, вот, Трайбл, мне в этом плане всегда казалось, что будет легче, но вот какие-то свои изюминки меня зацепили, я не знаю, какие-то сочетания движений, интересные комбинации, вот, то есть, я не скажу, что вот однозначно там сложнее, тут легче, а сам факт, что это нужно совмещать с агатами, ну, это вообще вынос мозга в принципе, то есть, я их только приобрела, я их взяла в руки, и все, и это и круто, и сложно одновременно, вот, для меня, Трайбл, ну, про такую этнику, про фольклор, про что-то глубинное, это другая манера сто процентов, то есть, тот, кто хочет легкости, соблазнение, вот я вся такая арабеска, ну, наверное, ближе к востоку, кто себя ощущает и хочет и плюсы, и темную сторону, и светлую сторону показать, и уйти в какой-то свой мир, больше этники, какой-то больше глубинности, ну, это, наверное, в Трайбл, Трайбл, только первый уровень, то есть, я еще понимаю, сколько движений, сколько всего еще будет на левел 2, то есть, просто я прочитала и визуально я уже все это себе представила, поэтому востоком я занималась 10 лет, и там огромная техническая база, сравнивать с Трайблом сейчас, может, даже и сложновато, потому что, ну, нужно в это вообще вот все погрузить, по полной, поэтому я понимаю, что там еще куча-куча всего интересного, но мне интересно еще, что взаимосвязь, то есть, я же началась все-таки с Трайбла Фьюжена, изучение Трайбла, как стиля, и потом только я решила, ну, попробую АТС, ну, попробую, вот попробую, меня зацепили отдельные связки, какие-то отдельные видео, сочетания движений очень красивые, и я прям вот не ошиблась, что даже если вот девочки, я знаю, что многие танцуют Трайбл Фьюжен, да, популярное направление, все-таки хорошую базу, хороший вклад в танцора, именно Трайбл Фьюжен дает АТС, то есть, вот что-то есть в нем такое фундаментальное для меня, по крайней мере, я это прочувствовала, я нашла это, Огромное спасибо, конечно, мы чуть-чуть не пересеклись, если бы я раньше вообще подумала про Трайбл, я бы, конечно, раньше вышла на коллектив Аюна наш барнаульский, мы очень близки, рядышком, и вот такая, Лена, вот только-только Настя от нас уехала, я бы, конечно, была бы личная встреча, вот, ну, дай бог, фестивали какие-то, мастер-классы, в общем, наш Алтай, он магический, он просто супер, я видела где-то кусочек видеоролики, был именно танцы, по-моему, под горловое пение, на Астину, в общем, там шатер, в общем, все очень круто, я только надеюсь, что еще и будет личные встречи, и да, просто, если я считаю, что если человек хочет научиться танцевать АТС, у Насти Пенетовской, он его научится танцевать, главное, его действительно цель и мотивация, это да, что действительно, то есть, есть какие-то вещи, которые тебя будут стопорить, какие-то обстоятельства, у нас это выпало, ну, как минимум на Новый год, все-таки, а Новый год, все, да, вот. Я боялась, ужасно, я ужасно боялась этого Нового года, я думала, все сразу в Новый год отвалятся. Что, да, вот этот длительный срок, он, какие-то обстоятельства будут влиять, мы после Нового года болели всей семьей, дети, муж, я, мы все просто, еще потом откат пошел, но я как бы знала, что я вырулю, я соберусь, я это сделаю, и на самом деле, если бы, то есть, можно было это еще лучше пройти, я просто знаю себя, свои, наверное, возможности, знаю, можно было, но да, любой, кто будет проходить этот курс, либо Level 2, то есть, это вот моральная готовность, даже если где-то не успеваешь срок, даже если не успеваешь что-то сделать идеально, делай там с опозданиями, делай как можешь, ползи в эту сторону, вот, и, в общем, приползешь, это точно, это факт. Наверное, не нужно, вот должен быть красивый курс, который будет сложным, глубоким, я таких не знаю, да, проходят какие-то отдельные мастер-классы, что-то, но вот где ты можешь вот так погрузиться во все это, я ничего подобного не слышала, не видела, не знаю, и должен быть в России хороший курс по ТЭСу на русском языке от Насте Бенетовской. Мне очень нравится логичность, структурированность, подходи, то есть, разные люди, в зависимости, видимо, от типажа, им нужна разная информация, подача разная, то есть, некоторые любят структуру, логику, некоторые любят там через эмоции, но, мне кажется, все равно, то есть, вот этот путь, он самый такой, ну, правильный, что ли, для меня. Да, я тоже надеюсь, спасибо Насте огромное, просто. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...